Информационная продукция для детей, достигших 16 лет. Ответы на них мы ищем у компетентных специалистов. Центральная тема нашего сегодняшнего выпуска – трудовые отношения. Вопросов поступило много, поэтому не будем терять ни секунды. Как известно, в отношении нашего региона действует закон от 30 июня 1992 года о социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приоралье. Согласно закону, населению, проживающему в регионе, устанавливается оплата труда с применением коэффициента за проживание в экологически неблагополучных условиях. В законе четко определены порядок начисления коэффициента и категории граждан, кому этот коэффициент полагается. Наш телезритель по имени Естай приехал в Казарду два года назад. Здесь он нашел работу с хорошей зарплатой, однако экологическую надбавку ему не выплачивают. Работодатель уверяет, что Естаю эта надбавка не положена. Так ли это, разъясняет специалист. Несмотря от формы собственности, то есть, если работник работает вахтовыми методами и так далее, если у него в трудовом договоре указана территория по Казардинской области, то есть, значит, работодателям обязуется к должностному окладу применять 1,3 же коэффициентов. То есть, в данном случае, если работник проживает в других областях или в других аульных округах, которые не предусмотрены данной законодательства, если, то есть, иной человек, находящийся в другой области, работающий по Казардинской области, несмотря по данному законодательству, ему работодатель обязан применять 1,2, 1,3, то есть, 1,5 коэффициентов по зонам экологической катастрофы или экологического кризиса или же экологического кризисного состояния. Еще один вопрос касательно экологической надбавки. Наш телезритель работает в строительной организации. Работа сезонная – 9 месяцев в году. На зимний период своих работников компания отправляет в отпуск без содержания. Оплачиваемых трудовых отпусков нет. Почему работодатель не выплачивает экологическую надбавку к зарплате, спрашивает обратившийся к нам в редакцию Казардиниц. В соответствии от социальной защиты граждан, пострадавших в средстве экологического бедствия приоралия законодательства ст. 13, населению, проживающими, работающими в зоне экологического бедствия, к оплате труда применяются экологические коэффициенты за проживание в экологически неблагополученных условиях по зонам. То есть, экологический катастроф при зоне экологической катастрофы 1,5 коэффициентов, то есть, это от должностного оклада 50%. Это у нас предусмотрено работникам, работающим в зоне экологического катастрофы, то есть, это в районах в городе Арал, в Аральском районе и Казалинском районе. В зоне экологического кризиса, то есть, 1,3% это начиная от Кармачинского района, включая города Байконур, и заканчивается в районе Жанакурганского. То есть, в этом случае, несмотря от формы собственности и так далее. А вот козларденец Бигдаулет обратился за консультацией наших специалистов сразу с двумя вопросами. Бигдаулет работает в соседнем регионе консультантом в госучреждении. В Козларде за те же функциональные обязанности и тот же объем работы консультанты получают зарплату на порядок выше. Почему? Спрашивает телезритель. И еще. По вине бухгалтера, ему в течение 10 месяцев выплачивали зарплату на 55 тысяч больше, чем полагается. Теперь работодатель требует, чтобы Бигдаулет написал заявление на удержание данной суммы из его зарплаты. Законны ли эти требования, ответит наш консультант. Работникам Козларденской области идет надбавка по заработной плате за экологически-кризисные. Надбавка идет к заработной плате за проживание в Козларденском и Аральском районе 1,5 коэффициентов, а в других районах и городах 1,3 коэффициентов. То есть, если вы работаете в другой области, наши работники, соответственно, если у вас одна и та же занимаемая должность и в Козларденской области, и в других областях, то Козларденская область, соответственно, надбавка данного экологического кризиса, идет надбавка к заработной плате. Естественно, соответственно, будет в данном случае разница между заработной платами. Работодателям до этого времени вам начисляли заработную плату, которая не указана в вашем трудовом договоре, то есть сверхвыплат, если выплачена была заработная плата, то в этом случае работодатель имеет право удержать вашего письменного согласия или через же суд. Это не является вашей ошибкой, то есть это является ошибкой бухгалтерии. В этом случае бухгалтерия должна вытащить вам разницу, до которой в бухгалтерии была выплачена вам заработная плата. По данным разницам работодатель должен указать, какая вам сумма была выплачена и вместе с вашим согласием имеет право удержать заработную плату. Если вы не согласны с данным решением работодателя, то в этом случае работодатель имеет право обжаловать в судебные органы. Только в этом случае работодатель по решению суда имеет право удержать вашу заработную плату в размере до 50% от вашего заработной платы. Продолжит наш выпуск вопрос от горожанина по имени Жолдозбек. Мужчина в состоянии сильного стресса написал заявление об увольнении. Немного остыв, одумался, но уже было поздно. Приказ подписали. Жолдозбек интересуется, может ли он отозвать свое заявление. Если вы написали заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию и не дали это работодателю, то в этом случае данный спор является трудовым спором. В соответствии с трудового законодательства, ст. 159, трудовой спор рассматривается в согласительной комиссии или же в судебном порядке. Если вы написали заявление о расторжении трудового договора и передали не в руки работодателя, а в руки сотрудника вашего действия, и данный сотрудник отнес работодателю данное заявление, и работодатель, если с вами расторжен трудовой договор, то в этом случае данный спор является трудовым спором. Вместе с этим в соответствии с трудового законодательства указано то, что работник при расторжении трудового договора по своей инициативе работодателя должен уведомить об этом письменном виде месяц вперед. В этом случае работодатель только из течения данного срока имеет право расторгать трудовую договор. Вместе с этим работодатель, не дожидая данного срока, по соглашению сторон, то есть по соглашению между работниками и работодателем, имеет право расторгать трудовую договор по инициативе работника. То есть в данном случае, если работодатель уже издал приказ о расторжении трудового договора, в этом случае вы должны обратиться с заявлением об аннулировании данного вашего прежнего заявления. Если работодатель не будет аннулировать данное заявление в связи с тем, что приказ был издан о расторжении трудового договора, в данном случае вы только имеете право обращаться с судебными органами. Пишет нам Аггуль Жунисова из Щилийского района. Хочу обжаловать действия работодателя и привлечь его к ответственности. В чем заключается несогласие с работодателем, Аггуль не уточнила, но просит разъяснить, куда ей обратиться. Управление по контролю сферы труда Козлординской области контролирует трудовые отношения между работниками и работодателем. Если вы считаете, что ваши нарушены трудовые права, вы имеете право обращаться в управление по контролю сферы труда Козлординской области. Мы находимся по адресу города Козлорда, улица Бигзатханасхар, номер 47, 301 кабинет. В любое время от 9 часов до 7 часов вы имеете право обращаться с заявлением. В соответствии с законодательством обращения физических и юридических лиц в требованиях, указанных вами заявлений, должны указаться нарушение вашего конституционного и трудового права, период проведения данной проверки, то есть конкретно, когда были нарушены данные ваши трудовые права. Вместе с этим вы должны конкретно указать, соответственно, предпринимательство кодекса, конкретно указать наименование субъекта. В этом случае управление инспекцией труда имеет право ввести внепланную проверку в данной организации. Вместе с этим хотелось бы сообщить, если по вашим внутренним, то есть по семейным обстоятельствам или по долгам в других банковских обстоятельствах, работодатель не имеет права расторгать с вами трудовую договору. В соответствии с трудового законодательства ст. 53.52 указано расторжение трудового договора по инициативе работодателя. В этих 25 пунктах не указывается право работодателя о расторжении трудового договора. То есть, если вы имеете в банках второго уровня кредитование и так далее, или по семейным обстоятельствам, или другим либо вопросам, в этом случае работодатель не имеет права с вами расторгать трудовой договор по инициативе работодателя. Наш эфир подошел к концу. Присылайте свои вопросы на нашу электронную почту. Звоните, приходите к нам. Мы готовы помочь вам получить юридическую консультацию от компетентных специалистов. До свидания. Продолжение следует...